Она его срывает стоя. Вот, может быть, не очень удобно обсуждать эти подробности, но, тем не менее, все-таки представим себе, что есть какая-то внутренняя скромность. И тут же мы видим с вами совершенно странное поведение Рут. Она приходит к Боазу на поле ночью, находит то место, где он ночует, и ложится рядом с ним. Она ему не жена, она ему никто. Как это может быть? Или, или. Давайте попробуем разобраться со всеми этими моментами. Для этого я постараюсь поднять текст сейчас на экран. И мы с вами постараемся здесь разобраться с многими и многими моментами. Итак, нам нужно в наш сегодняшний урок... Одна секунда, одна секунда. Одна секунда. Что-то у меня тут не находится. Одну только секунду, одну только секунду. Должно все найтись. Сейчас был этот текст. О, вот я его вижу. Прошу выбраться. Давайте с вами пытаемся разобраться в ситуации. Вот. И мы снова вернемся к началу. И было в те дни, когда судили судьи, был в стране голод. Один человек из Бетлехема, Иуды, ушел, чтобы пожить на полях на Моавицких. Он и жена его, и двое его сыновей. Имя одного, или имя того человека, или Мелех, и имя его жены Наоми. А имена двух сыновей его, Махлон и Кельон. И фротяне из Бетлехем и Иуды. И пришли они на поля Моавицкие и стали жить там. Но умер, или Мелех, муж Наоми. Осталась она одна, с двумя сыновьями своими. И взяли они себе жен Моавитянок. Вот все-таки они взяли себе жен, с одной стороны. А с другой стороны, как можно заключить брак с Моавитянками? По закону Тора нельзя так сказать, что Моавитянка – жена. Человек может ее вывести в дом, и все. Но она от этого не становится женой. А здесь сказано, взяли они себе жен Моавитянок. И одну звали Орпа, другую звали Руд. И прожили они там около десяти лет. И умерли они оба, Махлон и Кельон. И лишилась та женщина обоих детей своих и мужа своего. Здесь ситуация сложная. С одной стороны, мы видим, что они уходят. Сколько можно заметить, что Махлон и Кельон умерли. Скорее всего, как можно себе представить, они оба умирают, потому что они выходят с войском Моавитского царя из потомков Иглона, потому что они женятся на его дочерях. Они люди сами по себе знатные. Скорее всего, он их привлекает к воинской службе. И вот они погибают и остаются их жены. Но это в скобках. А то, что нас здесь интересует... Мы можем представить себе, что говорится, что Елемелих пришел один. Сыновьями, с семьей пришел в Моав. И как же тогда пройти Геюр тем женщинам, на которых хотят жениться его сыновья, тем более уже после его смерти? Вроде бы нет для этого условий. Нет еврейского суда. Как его можно собрать, этот еврейский суд? Где его можно достать? Когда мы видим на страницах книги Руд только Махлон и Кельон. Здесь нужно сказать, что у нас такое представление по тексту, что они оказываются там одни. Безусловно, они не одни. Впоследствии, когда кончается голод, мы видим, что Наоми, а на Омме говорится, что она узнает, что Всевышний вспомнил о своем народе. И коммендаторы говорят, Талмуд говорит о том, как она узнает об этом. Есть торговцы, мелкие торговцы, которые начинают приходить в Муаб, и от них она узнает, что кончился голод. Из этого мы легко понимаем, что нет такой четкой границы. Даже если между странами есть напряженные отношения, и они, можно их назвать прождущими странами, тем не менее торговцы ходят туда и сюда. Да, Суфрим говорит, что на территории Мааба жили сыновья Израиля, которые еще со времен заселения земли Израиля ушли туда, в Маабитские степи, как говорится здесь, в книге Руд, и поселились там. Часть из них продолжала соблюдать законы, было на связи со своими коленами. Поэтому мы можем представить себе, хотя и бедное, но население сыновей Израиля на территории Мааба существует. И с тем, чтобы собрать Бейдин, который может провести процедуру Гиюра, нету больших проблем. Для этого требуются три еврея, которые соблюдают закон Торы. Они не должны быть родственниками, так как в суд не должны входить родственники. И эти люди не обязательно должны быть мудрецами Торы. Они могут быть и простыми людьми, соблюдающими закон. И таким образом вполне и вполне можно представить себе, что и Махлон, и Кельон, уж по крайней мере в память о своем отце, и скорее всего, конечно, они продолжали соблюдать закон Торы, все-таки Наоми была еще жива. Можно представить себе, что они женились на Орпе и на Руд, Махлон на Руд, а Кельон на Орпе, сделать предварительно им Гиюр. Но если они сделали Гиюр, если женщины прошли Гиюр по закону, и соблюдали закон, то какая же проблема возникает в дальнейшем. А проблему мы с вами увидим прямо в тексте Торы, в тексте Свитка Руд. И поднялась она с невестками после смерти своих сыновей, своими пошла обратно с полей Моавицких, потому что услышала она на полях Моавицких, что вспомнил Бог о народе своем и дал ему хлеб. Вот здесь комментаторы говорят, что есть торговцы, мелкие торговцы, которые начинают приходить в Маав. И вышла она из того места, где жила, и с ней обе невестки ее, и пошли они в путь, чтобы вернуться в страну Иуды. И сказала Наоме обеим невесткам своим, ступайте, возвратитесь каждый в дом матери своей, да окажет вам милость Бог, как оказали вы умершим и мне. Пусть даст вам Бог, чтобы обрели вы покой каждый в доме мужа своего. Если они прошли Гию, если они являются уже частью еврейского народа, то как же Наоми может посылать их обратно? Куда? В дом своего отца, в дом своей матери, там же поклоняются идолам, там же те же самые развратные обычаи, которые распространены среди народа Моав, куда же она их посылает? Разве так можно? Разве, скажем, кому-то можно из евреев, из принявших Гию, сказать, иди, живи такой жизнью, которая тебе нравится, такой жизнью, которая тебе удобно, говорят, не ставь спотыкания перед слепым. Это самый прямой, непосредственный закон Торы. Так что слова Наоми здесь кажутся очень-очень странными, если мы предполагаем, и у нас есть серьезные основания предполагать, что и Руд, и Орпа, они приняли Гию. Тут нам на помощь приходит Торат Мима, и она нам говорит такую вещь. Представьте себе древний мир. Женщина полностью зависима от мужа. Она находится в зависимом положении. Ну, для сравнения, скажем, как раб, рабыня, не будем, как бы, скажем, тут никого обижать, и мы говорим о древнем времени, когда женщина принимает Гию, а для того, чтобы выйти замуж, как ты можешь знать, является ли ее Гиюр искренним. Мы понимаем, что Гиюр – это неформальное действие. Как и любая заповедь, она не может быть исполнена, если у человека нет веры, и плюс к этому, нет у него намерения соблюдать заповеди. Если он просто окунается в мифу, там, мужчина делает обрезание и окунается в мифу, то ведь от этого ничего не меняется, если в душе у него нет веры, и четкого намерения соблюдать все заповеди, не отбрасывая ни одну из них, скажем, 613 заповедей, и все, что из них вытекает, он собирается соблюдать. А вот женщина, она получается в таком положении, когда в зависимом положении она хочет выйти замуж. Она может сказать все, что угодно и пройти любую процедуру, которая для нее, в общем-то, и не является и оскорбительной, и унизительной. Она принимает веру мужа, но это на словах. Что же у нее в голове? Кто это может знать? Никто не может этого знать. В голову человека не залезет, стрепанацию черепа ему делать бесполезно, мысли его выяснить невозможно, и все это остается, такой Геюр остается в подвешенном состоянии. У нас пример Геюра, который находился в подвешенном состоянии, это Гевоним, люди из города Гевон, которые в начале завоевания земли Израиля пришли к Яошуа, и попросили его присоединиться к народу, принять Геюр. Они приняли Геюр, и вдруг оказалось, что они обманули. Обманули в том плане, что они не пришли издалека, они являются одним из кананских народов, хиви, и они думали, что кананским народом Яшу не будет делать Геюр, он их уничтожит все. Они ошиблись, закон позволял им сделать Геюр, даже уже после начала военных действий, и ситуация сложилась непонятной. Что делать с этими жителями города Гевион, которые пришли, с одной стороны, приняли Геюр по всем правилам, а с другой стороны, пойди, знай. Может быть, они просто из страха и обманули, и никаких намерений не собирать за конторы не было у них в голове в тот момент, когда они проходили Геюр. И Яшу принял решение как бы подвесить Геюр, и Геоним, жили отдельной общиной на протяжении 400 лет. До тех пор, пока не пришел царь Давид и сказал, что они никогда не войдут в Каак Машем, никогда не войдут в общество Израиля по той простой причине, что они проявили крайнюю жестокость. И не может быть, сказал Давид, Давид, который сказал известную фразу, мы ее часто повторяем, это фраза Давида, это его как бы школа, позиция, он говорит, что каждый, у кого нету этих трех признаков, рахманим, байшаним, гумлейхазадим, милостивые, стыдливые, скромные, можно сказать, и оказывающие милость, то есть испытывающие сопереживание, оказывающие милость действия, но люди скромные, если нету этих трех качеств, он дом из Эра-Исраилу, он не из дома Израиля. Давид посмотрел на гимоним и сказал, 400 лет они прожили с бок о бок с сыновьями Израиля, остались людьми предельно жестокими и мстительными, никогда они не войдут в общество Всевышнего. Это пример того, как вопрос о том, является ли ги-юр истинным, решался постфактум. То есть, исходя из того состояния, в котором его ним, жители Гимона, находились уже через 400 лет, Давид счел возможным объявить, объявить, что их ги-юра никогда не было. Истинных намерений у них не было. И на протяжении поколений у них не развились те качества, которые обязательно должны быть у сыновей Израиля. Здесь ситуация похожая. Что делать с этими женщинами? Они приняли ги-юр, и мы не можем знать их намерения. Ради выгоды, ради выгоды, ради собственного благополучия, потому что их заставил отец, потому что им понравились их будущие мужья. Что было? Были ли у них чистые намерения? Или только, так сказать, намерения побочные? И вот теперь Наоми, поэтому она ставит, так сказать, их перед испытанием, и вполне-вполне прямомерно. Теперь, когда ничто их не держит. Теперь, когда они не получают никакой выгоды, если они вместе с ней пойдут в Иуду, она считает возможным и даже обязательным поставить их перед выбором. Что они сделают? Пойдут они с ней, и тем самым подтвердят, что у них изначально были намерения присоединиться к народу, у них изначально была вера, и они не готовы от нее отказаться, даже в трудных условиях, даже когда у них нету никакой выгоды. Вот по теперешнему их поступку мы сможем судить о том, что было тогда, и как бы ретроактивно сможем подтвердить их гею, по крайней мере, по крайней мере, для Наоми, перед лицом Наоми, это так. И мы видим, как бы, если так можно сказать, сработала. Орпа, при всем переживании, сочувствии и любви к Наоми она оставляет ее и уходит к своему народу, к своим божествам, к своим обычаям, оставляет Наоми. А Рут идет вместе с ним, продолжает путь вместе с Наоми. Причем Наоми косненным образом предупреждает Рут, что не будет так все гладко. Вот мы сейчас придем в Юту, и далеко не факт, что она сможет выйти замуж. Она говорит, если бы у меня еще родились сыновья, вот сегодня я бы была с мужем, и у меня бы родились сыновья, то разве стали бы ждать столько времени, пока они вырастут. Вот. И она намекает, что ей не так-то просто будет найти мужа в Иуде. Почему? Посмотрим. Да. Вот. Да. Но подняли они вопль, то есть заплакали, и опять зарыдали, и поцеловала орбоской кровь свою на прощание, а Рут осталась с ней. И сказала Наоми, вот небеска твоя вернулась к народу своему и к богам своим, возвращайся ты за небеской своей. Мы понимаем уже, что она делает. Она еще и еще раз ставит Рут перед испытанием, а точнее, перед такой свободой выбора. Но сказала Рут, не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдешь, пойду и я. И где ты заночуешь, там заночу и я. Твой народ – это мой народ, и твой всесильный – мой всесильный. Твой Бог – мой Бог. то есть Рут делает свой выбор. Она оставляет перспективу вернуться к благополучной жизни, выйти замуж, быть уважаемой в доме отца и отправляется с Наоми в полную неизвестность, потому что она говорит, я хочу присоединиться к этому народу, и я хочу быть с его Богом, хочу, чтобы его Бог был моим Богом. Здесь сколько можно сказать, что из этого момента книги Рут учат законы Гиюра. И опять же, если бы речь не шла о Гиюре, по крайней мере, в таком плане, в котором мы с вами сказали, проверки, скажем, этого Гиюра, если можно так сказать, то трудно подобрать слово, попытки убедиться ретроактивно в том, что Гиюр все-таки был, то не могло бы быть речи о том, что из этих отрывков будут учить законы Гиюра. И на какие же законы здесь Гиюра ты, законы Гиюра учат? Где ты умрешь, там и я умру. Понятно, что это слова такие большие, емкие, общие, но кроме того, здесь комментаторы видят такой момент. Наоми рассказывает ей, рассказывает Рут о смертных казнях, которые есть, у Сангедрина рассказывает о той ответственности, которую несет человек, когда он присоединяется к народу, рассказывает там о том, что за нарушение субботы, за идолопоклонство ему полагается смертная казнь. И она рассказывает ей подробности смертной казни, смертной казни, которые есть в Сангедрине. Они малоприятны. Если рассказывать о них подробно, они рассматриваются в трактате Сангедрин, то возникает не очень-то приятная картина. Скажем, то, что называется сожжение с рифа человеку, в горло заливают раскаленный свинец. Если, скажем, то, что называется побиение камнями, человека сбрасывают на камни. А потом два свидетеля берут большой камень и бросают на него, если тот еще остался к одному моменту жив и так далее. И самые разные подробности, которые вызывают малоприятных ощущений, малоприятных эмоций. И Наоми рассказывает ей об этом, на что Руд отвечает, где ты умрешь, там и я умру. То есть если есть такие смертные казни, меня не пугает. Из того, что происходит дальше, из того, что Руд собирает колосья на пуле Боаза и делает это, так сказать, грамотно, она берет два колоса, которые упали, но не трогает три колоса, потому что два колоса можно считать случайно оброненным, а три колоса, они уже могут быть оставленными, поэтому есть сомнения, что жнец их оставил по той илиной причине, или что это, скажем, достаточное количество колосьев, чтобы он вернулся за ними, то три колоса не берут, только два колоса. она это знает, и она это строго соблюдает, из этого мы понимаем, что Наоми рассказала ей о законе сбора колосьев на бедным человеком на чужом поле, и из этого говорят, что тому, кто хочет пройти дью, нужно рассказать о смертных казнях, и о колосьях, и о законе собирания колосьев бедным человеком на чужом поле. Если это не было сделано, ну, хорошо, значит, это не было сделано, но изначально как бы вот эти моменты стоило бы осветить. Почему? Мы с вами понимаем, смертные казни очень неприятная картина, если человек говорит, мне все равно, я принимаю закон Торы, и каким он ни был, я его принимаю, потому что я понимаю, что это божественный закон, и я здесь не ищу в нем, чтобы в каждом месте это было красиво, замечательно, чтобы в каждом месте это соответствовало моим представлениям о жизни, я принимаю его таким, как он есть, со всеми его сторонами. Для этого рассказывают вот такие, скажем, малоприятные вещи далее, о колоссиях, зачем рассказывать о колоссиях, понятно, что, скажем, многим людям очень трудно представить себе, что закон дается в такие детали и подробности, два колосса или три колосса, два можно взять, три нельзя взять, часто люди скажут, как они говорят, ну, неужели это волнует Всевышнего, жнецов, какая им разница, два колосса или три колосса, а если это перед лицом Всевышнего, разве его волнуют такие мелочи, это как очень частые посылки, которые приходится слышать, что Всевышнего не волнуют мелочи, если человек способен понять сразу и принять, что нету мелочей в законе, каждая его деталь важна, каждая его деталь важна и с моральной точки зрения, и она отражает какую-то духовную сущность, духовные правила, которые вот как бы проецируются из духовного мира в наш материальный мир есть, и человек сразу понимает, что есть мелочи, очень хорошо, но дальше можно, дальше с ним можно разговаривать дальше. Опять же, подчеркнем, что это как бы изначальное правило, если кто-то это не сделал, если кто-то из судей пошел по другому пути, не стал рассказывать о смертных казнях, не стал рассказывать о колоскахахе, говорил о чем-то другом, хорошо, значит, как бы годится, но, опять же, изначально все-таки надо было бы подчеркнуть такие стороны Торы и такие стороны Торы, и не очень как бы приглядные в глазах человека, и не очень значительные. Так что мы понимаем с вами, что речь идет о геюре, наоми не вэддин, она не суд, она не может час утвердить этот геюр, но она человек, который может свидетельствовать о рут в дальнейшем, и вот как бы на этот момент такой проверки, глубокой проверки, он здесь проходит, опять же с тем, чтобы выяснить ретроактивно был ли геюр, который принял рут раньше действительно. Вот а дальше говорится и шли они обе как пока не пришли в Гейтлехем, а когда пришли в Гейтлехем, то взволновался из-за них весь город, и женщины говорили неужели это Наоми. А тут несколько странная фраза приходит Наоми и вот выходит навстречу ей весь город, поэтому говорят, что в тот день, когда Наоми с рут вернулись с полей Моабийских в Гейтлехем, умерла жена Буаза, ее хоронили, и как раз в тот момент, когда хоронили жену Буазу, увидели Наоми и спросили неужели это Неужели это Наоми. Наверное, это были причины, которые мы с вами потом впоследствии выяснили. И пришли они в Гейтлехем к началу жатвы ячменя. Мы понимаем с вами, что они приходят сразу после праздничного дня Песоха, когда начинается жатва ячменя. Жатва ячменя, как вы помните, она начинается с того, что приносится в храм в их время в мешкан, в переносной храм, который стоял в шилу, приносится жертва из одного снопа, который срезают первым. Выходят, срезают первый сноп ячменя, он еще немножко зеленый. С этого момента разрешается жатва ячменя и с этого момента разрешается употребление злаковых. Употребление фруктов разрешается с шивот с того момента, когда приносится жертва в шивот, разрешается употребление новых фруктов. И вот мы представляем себе, что они приходят в первый день после праздника Песох, и мы понимаем, что в сам Песох они идут и движутся, в общем-то нарушают закон Песоха, но тут их невозможно, закон праздничного дня, но тут их невозможно обвинить, потому что понятно, что они вышли до Песоха, а в Песох они должны были продолжать двигаться, чтобы не попасть в опасную, совсем уже опасную ситуацию. И так две женщины идут по дорогам, а тут они еще остановятся, где-то будут искать себе, где им можно отдохнуть, поэтому обвинить их невозможно, они идут в Песох, и это соответствует законам Пековых нефиш, то есть законам, которые обязывают человека заботиться о сохранении жизни. Они приходят в Бетлехе, и мы тут узнаем, что был на уме родственник, по мужу ее, человек мужественный и знатный из рода или мелика по имени Гуарзи. Родственник это по-русски на еврите это Гуэль освободитель, и понятие освободитель, оно скажем, распространяется на несколько законов. Здесь оно распространяется, это понятие освободитель, на закон о поле. Если человек продал поле свое, то ближайший родственник должен выкупить его, обязан выкупить его и вернуть его своему родственнику для того, чтобы тот мог на нем работать или вернуть ему через какое-то время или на каких-то условиях. все уже зависит от дальнейших договоров, но в принципе на нем лежит обязанность выкупить поле на ближайшем родственнике. Еще здесь есть такой момент, который сразу будет для нас иметь значение. давайте мы посмотрим закон о так называемом эллиратном браке. Все хорошо, наверное, знают, что Тора предполагает, что если упаси Бог, кто-то из братьев умер, то брат, изначально старший брат должен, старший брат из оставшихся, должен взять в жены жену и жену брата. А если у брата несколько жен, не о нескольких женах идет речь, идет об одной жене. И мы сейчас посмотрим, насколько этот закон сложный и насколько он уходит, так сказать, в духовные сферы. Он совершенно, совершенно непростой. Вот в книге Дворим у нас написано «Тиешу Махим Егдав», «Когда будут сидеть два брата вместе, не два брата, братья вместе, и умрет один из них, и нет у него сына, и нет, то пусть женщина не выходит куда-то замуж, куда-то наружу, она останется, если так можно сказать, в пределах семьи, за человека чужого». «Ибама», «Яво, алия». Пусть к ней придет, или, как говорят, к ней войдет, тот, кто называется «Явэм», «Ибама», тот, кто совершает, тот, кто должен совершить либератный брак. Смотрите, что происходит дальше. И возьмет он женщину и совершит либератный брак, совершит эту заповедь, и будет первенец, это слова Торы, не, скажем, каблистических книг, дальше идут слова, а именно непосредственно слова Торы, «Ба-я-аб-хо-а-шер-ти-ле-н», и будет первенец, которого она родит, «Якум-аль-шэм-ах-и-н». Тора говорит, он встанет по имени брата по имени брата его. Вместо брата его можно перевести. А в общем-то можно сказать, что есть обязанность, если не строгая, то все-таки она существует, что родившийся ребенок должен быть назван по имени умершего брата. «Ло-им-хэ-ш-мо-ми-исраэль». Таким образом его имя не будет стерто из Израиля. Либератный брат – это очень сложное дело. В наше время он запрещен. Можно представить, что его кто-то может осуществить, но в принципе это дело запрещенное. дело в том, что мы понимаем, что есть запрет жениться на вдове брата. Этот закон Тора, о котором мы сейчас говорили, либератный брак, является как бы исключением, врывается в область этого запрета и он требует высокого духовного уровня от того, кто берет жену брата и от жены брата. Их намерение должно быть привести в мир душу, которая ушла без детей. Это очень сложно так можно сказать. Для этого требуется очень высокий уровень. и поэтому такие браки заключались через суд. Человек должен был прийти в суд и посоветоваться. Должен прийти в суд и посоветоваться. И суд очень часто не рекомендовал заключать такой брак. А в наше время с определенного момента браки были совершенно запрещены, потому что мы находимся на таком уровне, чтобы заниматься такими вещами, иметь намерение привести в мир душу умершего и так далее. Это как бы, если так можно сказать, это нам не по зубам, не по голове, не по нашему уму. Поэтому эти браки были полностью запрещены. Вот здесь мы стоим как бы перед тем временем, когда эти браки были, когда они были действительны. Это время Боаза, Наоми, Руд. И мы можем представить себе такую вещь. Теперь женщина, которая вдова умершего брата, она фактически является женой брата, женой старшего брата. А может быть, не старшего брата, может быть, кто-то скажем, если можно себе представить, условно говоря, успеет захватить ее раньше, скажет и объявит ей о том, что он берет ее по закону либератного брака, значит, этот брак действительно никакого дополнения хупы, ни кедушин в этом случае не требуется. Достаточно просто сказать то, что называется Муаммар высказывания говорят, как это описывается в трактате Ибаму. То есть любой из братьев, тот, кто, скажем, раньше успеет, не знаю, есть ли здесь соревнования, есть ли какие-то соображения, один уступил, не захотел, другой не пошел спрашивать всех, пришел, забрал ее, все, она является, она является его женой без, опять же, без хупы и кедушин. Теперь, если мы это с вами понимаем, то мы понимаем, что происходит дальше. Что происходит дальше. Вот труд собирает колосья, Боас ее заметил, дал ей шесть зерен, и мы обсуждали шесть зерен и тьня, мы обсуждали, что это за зерна, рассмотрели время, и вот мы с вами подходим вот к такому моменту, после того, как она приходит на поле Боаза, Боаза ее заметила, она возвращается к Наоме, рассказывает и так далее, да, и сказала ей свекровь ее Наоме, дочь моя, ведь ищу тебе покоя, чтобы было тебе хорошо. Так вот, ведь родственник наш Боас, Боэль, наш Боас, со служанками, которого ты была, вот этой ночью веет он ячмень на Гумне, на Боас будет опоздна провеивать ячмень, и останется ночевать, на поле. Здесь старат Мема, Рабберштейн, подчеркивает и говорит о том, что вся эта ситуация очень странная, неужели Боас не может нанять работников, он человек пожилой, ему 80 лет в этот момент, да, и он говорит, что это указывает на общую атмосферу, которая здесь царит, на не очень-то высокий моральный уровень, потому что ему особенно-то некому доверить свое поле, и он не хочет доверять его, и из-за того, чтобы не было воровства, и из-за того, чтобы не было разврата, чтобы ночью не пришла женщина к сторожам и так далее, то есть вся атмосфера такого не очень морального высокого уровня, как мы помним с вами, она здесь царит в Иуде, мы помним с вами, напомним, что Боас взвел правило приветствовать друг друга именем Всевышнего и произносить имя Всевышнего, что указывает на то, что имя Всевышнего стало забываться. И это также один из моментов, о чем можем с вами вспомнить, что судили судей, как мы с вами говорили, то есть атмосфера не очень-то высокого морального уровня, но это здесь как бы для нас не самое главное, просто понять, почему Боас оказывается на гумне ночью. И она говорит, и омойся, и умастись, и надень на себя одеяния свои, то есть пойди в миг, оденься нарядно и сойди на гумно, но не давай этому человеку узнать себя, пока не кончит он есть и пить. И будет, когда ляжет он спать, ты выведай то место, где он ляжет, и придешь, и откроешь из ножей его, и ляжешь, а он уже скажет тебе, что тебе делает. Кошмар и ужас на первый взгляд, потому что представляется, что не дай Бог, она посылает на разврат на уме, женщина праведная, которой мы знаем, что она праведная женщина, и рут, женщина скромная, она вот должна все это проделать, совершенно непонятно. Разгадка там, где мы с вами были в книге дворим, она может считаться женою Боаза, если Боаз только согласится, чтобы она была его женой, и все, тут все она становится его женой, не нужна ни купа, ни кедушин, скажем, слова или отношения между ними, они становятся сами по себе заключением брака. И мы понимаем, что это невозможно было бы, если бы рут не приняла Дию. И это невозможно было бы со стороны Наоми, если бы она сомневалась в этом геюре, если бы она сомневалась в том, что геюр рут был полностью и полностью эквивалентен. И та сказала ей, я сделаю все, что ты скажешь мне, и сошла на ногу и мы понимаем о том, что речь идет не о каком-то скажем, может быть, вполне естественном влечении к мужчине и мужчине и женщине. Если это есть, если это доминантно, если это доминантная мысль, пропало дело. Нету ибума, нету этой заповеди ибума. Все зависит от настроения, от намерения, от то, что можно назвать кавана, намерения человека в тот момент, когда он берет жены дочь умершего, я прошу прощения, жену умершего брата или если нету братьев, мы видим, что в этой ситуации нету братьев, жену эта обязанность ложится на ближайшего родственника. Конечно, не на отца это исключается, а вот другие ближайшие родственники, на них ложится эта обязанность. Тогда, на мой взгляд, по крайней мере, мы можем понять адекватность поведения, мы можем понять, что поведение Руд не перечеркивает того, что мы до сих пор о ней говорили, то, что эта женщина предельно скромная. и вот она ложится рядом с Буазом, и Буаз понимает, что рядом с ней женщина, и он отказывается быть с ней, но не прогоняет ее, благословляет ее, и говорит, что он на следующий день решит это дело. И дело это он хочет решить все-таки через суд. Потому что в такой ситуации он считает, суд должен утвердить ее руд, суд должен определить, выявить, установить, утвердить закон о том, что о том, что на Моавитя ног не распространяется запрет выходить замуж за кого-то из сыновей Израиля, Буаз хочет решить это все через суд. Хотя формально, если бы он был с руд в эту ночь, то он не нарушил никакого закона, наоборот, он совершил заповедь заповедь либератного брака. И поднялся Буаз городским воротом. Мы понимаем, что когда говорится о воротах, то всегда говорится о суде. И сел там, и вот идет мимо тот самый близкий родственник, о котором говорил Буаз. И сказал ему, заверни-ка такой-то присядь здесь. Оказывается, что есть более близкий родственник, Буаз сказал об этом, и он также хочет обсудить с ним этот момент. Он, в общем-то, Буаз знает, что он откажется, и обязанность ему уже непосредственно перейдет на него, на Буаза. И этот родственник назван здесь Плоне-Алмуни, у него нету имени. он утратил свое имя из-за своих сомнений, из-за своего отказа. Он утратил свое мнение, книга вот это подчеркивает, сейчас погоня, может вернемся к этому. Он назван здесь такой-то сакой Плоне-Алмуни. И свернул тот, и сел, и взял у вас десятилет мужей старейшим города, и сказал присядьте здесь. Они сели, и сказал родственнику Наоми, вернувшаяся с полей Мадиски продает участок поля. Он родственнику Наоми, вернувшаяся с полей Мадиски продает участок поля, что принадлежал брату нашему Элемелиху. Брат нашему брату Элемелиху, нашему ближайшему родственнику, мы скажем Элемелиху, и подумал я, открою я ухо твоему, то есть поговорю с тобой, сказав, докупай участок присидящих здесь, престаречных народу моего. Ты выкупи этот участок, потому что ты должен выкупить этот участок по закону, чтобы он не ушел куда-то. Вот Наоми, допустим, выйдет там, скажем, замуж за человека из другого колена. Это поле окажется у человека из другого колена. Ты выкупи его у Наоми, и он останется в пределах колена Иуды. Будет принадлежать человеку из колена Иуды. Если хочешь выкупить, то выкупай. А если не выкупит тот, кто обязан выкупить, то есть на тебе лежит прямая первая обязанность, то скажи мне, чтобы я знал, ибо нет более близкого, чем ты, чтобы выкупил я. А следующий, чтобы выкупить, а я следующий после тебя. На мне сразу лежит обязанность, если ты откажешься. И сказал тот, я выкупаю. И сказал Бог, в день, когда ты купишь поле у Наоми, ты купишь его и у Руд Моавитянки, жену. Ты купишь его и Руд, здесь сразу, и Руд Моавитянку, жену умершего купил ты. Ты вместе с полем возьмешь Руд. То есть он намекает ему об обязанности либератного брака. Если ты ближайший родственник, и на тебе лежит обязанность выкупить поле, то на тебе лежит обязанность жениться на Руд. Что за Руд? Откуда пришла? Что, чего, как, где, что было человеку, это трудно уместить в голове. Человеку, с которым у вас разговариваете, сказал, тот родственник, не могу я выкупить его для себя, чтобы не расстроить своего удела. Непло, Ни Алмони, человек, оставшийся без имени, отказывается жениться на Руд по закону либератного брака, потому что понятно, что он опасается на он опасается, вот он сейчас женится на Руд, у него будут дети. Потом скажут, что Моавитянка не имела права выйти замуж за одного из сыновей Израиля, да, ни при каких обстоятельствах, да, приняла Гею, хорошо, но она не могла выйти замуж за одного из сыновей Израиля, и потом будут говорить про его детей, уже неизвестно, от этой жены, от других, других его жен будут говорить, что они все потомки женщины-Моавитянки, и никто не хочет, никто не захочет пойти за ним замуж, никто не захочет заключать с ними брака, всего этого он испугался, да, вот, и отказался. Вот, и говорит, выкупай для себя, говорит он Бозу, да, вот, и теперь, да, и теперь мы с вами посмотрим, на, на, и здесь, как бы, да, да, здесь дальше говорится, Боз сказал старичному народу, высвидетели ныне, что купил я у Наоми все, что было у Ильи Мелиха, и все, что было у Килаена, и Махлона, а также и Рубу, Мавитянку, жену Махлона, приобрел я себе в жены, да, и приобрел я себе в жены, и они, как бы, да, через, через сандальт заключают, сделку, так можно сказать, через сандальт. По закону считается, что каждое заявление должно быть подтверждено каким-то действием. Лев должен быть подписан документ, иногда должны быть переданы деньги сразу, вот, а иногда, скажем, иногда, скажем, брали какой-то предмет, да, и тот, кто, тот, кто отказывается, или тот, кто продает, передавал этот предмет тому, кто, скажем, покупает, и он берет этот предмет, потом он может вернуть его, но, как бы, вместе с этим предметом он приобретает и право на на что-то, на что-то, на то, что ему обещано, на то, что он хочет купить, например, да, скажем, можно сказать, в шутку, да, что вот, если он хочет, ну, даже не в шутку, да, если он хочет купить поле, поле где-то там, далеко, да, и сейчас просто на словах же, после документа они договариваются, то, возможно, возможно, да, передать, передать какой-то предмет, платок, сандаль, для тому, кто покупает, чтобы он приобрел этот сандаль, хотя бы на время, на минуту, вместе с ним он, как бы, приобретает это поле, после этого сделка не может быть расторгнута, если это не сделано, то сделка может быть расторгнута, да, здесь Буаз покупает право на поле, и, скажем, у того, кто отказался совершать либератный брак, он приобретает это право совершить либератный, совершить либератный брак, да, теперь, вот, у нас осталось очень мало времени, я всегда думаю, что все можно очень быстро объяснить, да, стараясь говорить быстрее, но все равно никак не укладываясь в лимит, последнее, что я вам хочу сказать, да, что Буаз женится на пруд, да, он очень быстро умирает, говорят некоторые, что он вообще просто на следующий день, после того, как был с ней, он умер, да, но нас сейчас интересует вот какой момент, да, нас интересует конец книги, и мы здесь видим, рождается и взяла Наоми, так, что мы здесь видим в самом конце, да, и взяла Наоми дитя и прижала его к груди своей, это когда родился у Руд сын, и дали ему соседки имя, сказав, сын родился у Наоми, да, мы видим здесь проблемы, что Буаз очень четко знает Галаху о том, что Моавитянка может заключить брак с одним из сыновей Израиля, а другие сомневаются, а другие не хотят как бы делать это различие, они не верят, что есть такое различие между мужчиной и женщиной, пришедшим из Моава, и они предпочитают сказать, что у Наоми родился сын, как-то отодвигая Руд как мать, они отодвигают ее на задний план и назвали они его О-Дет и он был отцом Ишайя и отца Давида. Ну, сказать, что на этом эта история не закончилась. Для того, чтобы ее подробно посмотреть, как она имела свои, как бы она коренью здесь, а как она опустила свои ветви в дальнейшем нужно было бы заглянуть в книгу Шамуэля. Нас, к сожалению, нет участков, и я постараюсь сказать коротко. Ишай, отец Давида, был человеком очень праведным, у него было семь сыновей, да, в какой-то момент он решил, он решил, что он не имеет права жениться на женщине из Израиля, потому что он потомок женщины из Мааба. Он начал сомневаться, и он отослал свою жену. Он отослал ее, она родила Давида, потому что она была уже беременна, и возникла какая-то ситуация очень странная, все знали, что жена Ишай живет в отдалении от него, а тут у нее родился сын, и Ишай, в общем-то, прятал Давида. Давид пас скот, он уходил далеко от людей, и Ишай скрывал то, что у него есть этот сын, так как не знал просто, что делать с этой ситуацией, люди будут говорить, что жена там изменила ему, когда он его отослал, что-то подобное, начнутся слухи, он просто скрывал Давида. Мы это с вами видим, когда приходит Шмуэль по слову Всевышнего, он приходит в дом Ишая, Ишай представляет ему всех сыновей, из которых, как он понимает, должен быть выбран царь. Но нету Давида. Давид пасет где-то стада, и Шмуэль, он как пророк, он говорит Ишаю, а нет ли у тебя еще кого-то? И только тогда посылают за Давида. Из этого момента, из еще нескольких моментов, мы понимаем, что Ишай очень сомневался в своем праве жениться на дочери из Израиля и сам создал очень непонятную и запутанную ситуацию. Я постарался все эти моменты, включая многие-многие Медраши и Агадот Талмуда, постарался написать их как ясный рассказ в том комментарии, который я составил на основе источника книги Шмуэда. Здесь я останавливаюсь, я обращаюсь с теми, кто слушает через Facebook. Большое спасибо, что присоединились. Если есть какие-то вопросы, задавайте дальше письмам людей. Вот, я сейчас отключу. А с теми, кто глянул друг, может быть, у нас есть еще возможность разобрать вопросы. Так, я к вашим услугам. Если есть какие-то вопросы, у нас, может быть, есть еще с вами несколько минут. Спасибо большое, Рафзиев. Я бы вот хотела спросить, а почему вот этого ребенка, который родился, почему его назвали другим именем, не так, как звали, ну, вот, как... Махлона. Да. Во-первых, да, очень хороший вопрос, замечательный. Мы с вами сказали, значит, здесь есть несколько моментов. Во-первых, это не обязательно. Не обязательно, это желательно, но не обязательно. Во-вторых, мы не знаем настоящего имени Махлона, да, потому что в еврея и мим в книге Хроник он назван Сараф. И мы понимаем, что, мы понимаем, что, может быть, Махлон это прозвище, а настоящего имени мы не знаем, потому что Махлон от слова Махаль, простил, да, как-то простил, мы видим, что, а Килайон от слова Кила, как бы прикончил, закончил, оборвал, да, мы видим, что Махлон может быть простил в том смысле, что от него есть какое-то продолжение, да, от Килайона закончил его, оборвал в том, что от него нет никакого продолжения, так что вполне, вполне возможно, что это их прозвище, так же, как и их прозвище, подчеркивающее какую-то другую сторону, даются в Тевреемин, и вполне, и вполне возможно, что настоящее имя, настоящее имя Махлона было Овы, мы вполне это можем предположить, если нет, то здесь нет нарушения закона, потому что это пожелание Торы, но необязательный закон, да, спасибо большое, а еще можно один вопрос? Да, пожалуйста, очень хороший вопрос, я очень рад такой наблюдательности, да, пожалуйста. А вот я, правда, не знаю, вот как это, это может даже уточнение, просто я не знакомого с традицией, просто вы сказали, что у, значит, умерла жена, да, у этого, у Боза, да, у Боза умерла жена, и вот тут же он в скорости снова вновь женится, народ, это, ну, как бы пошел совсем небольшой срок, это, почему так можно ему было жениться, потому что была заповедь он выполнял, или вообще вот можно вот так быстро жениться после смерти жены, не дай Бог, ну, просто как бы вопрос. Вы совершенно, совершенно, совершенно правы, тоже, и здесь вы правы, и здесь очень точный и меткий глаз, скажем, все законы траура, да, они, это законы, установленные мудрецами, траур, который может быть, как можно предложить, вытекает из торы, это только в течение одного дня, да, мудрецы установили травму по близкому родственнику в течение года, да, и понятно, что запрет мудрецов здесь не может перекрыть его обязанности вытекающей из торы, так что мы с вами уже ответили на этот вопрос, да, что естественно Боас, человек праведный, вот, он бы не стал сразу искать себе жену, подбирать себе жену, вот, в таком возрасте, однако, значит, сложилась такая ситуация, он видит эту ситуацию, как бы, вот, ну, ситуация понятная, да, он человек пожилой, здесь есть женщина, на которой никто не, на которой никто не женится, побоится жениться, тогда он женится на них, это только в такой ситуации, конечно, в обычной ситуации, хотя торы не запрещают, то есть постановление мудрецов, и никто бы не стал, никто бы не стал жениться, по крайней мере, в течение года. Спасибо за ответы. Разеев, у меня тоже вопрос. Пожалуйста. Давида, я не помню, я читала там, по-моему, тоже Медраши, что, вот, вы говорите, что он отостал жену, потому что она была еврейка, а он посчитал, что это неправильно, ну, а я читала там, вроде бы, что он как бы не признавал Давида, что это его сын, он почему-то решил, что раз он ее отослал, она не может иметь, а там служанку пыталась, он к себе пригласить хотел, а они переоделись, жена Давида, жена отца Давида, переоделась в одежду служанки, вошла к нему в шатер, а потом оказалась беременна, и он начал сомневаться, когда потом открылась тайна, но он все равно был в сомнении. Вы совершенно, совершенно, вы совершенно правы, то есть вы пересказали очень точно Медраж, Моя проблема заключается в том, что скажем, мне иногда скажем, трудно прийти к людям с какой-то историей, которая кажется совершенно неправдоподобной, поэтому я пытаюсь увидеть в Медраше какие-то черты, то есть какие-то черты, которые скажем, намекают на что-то и построить картину более правдоподобную на основе того же самого Медража. Как бы есть на это полное право, потому что всегда нужно считать, что Медраж, понимаете, он не обязательно говорит буквально, не обязательно принимать внимание все его детали, иногда его детали, они просто намекают на какие-то события. И здесь я вот позволю себе считаю, что я ни в чем не грешу против истины, это не имеет такого принципиального значения. Я бы старался построить историю более правдоподобную. Мне бы казалось, что для времени, для Ишая это не очень правдоподобно, если пришла женщина, служанка, и он ее не узнал. Может быть. Мне казалось, это мало правдоподобно. Я бы постарался построить историю несколько похожим образом, с тем же результатом. Ишай скрывает Давида, но немножко как бы чуть-чуть по-другому. вы совершенно правы в плане Медража, а я пытаюсь объяснить себя в этом плане. Я никакие предприятия, просто мне интересно, думаю, Медраж, может, думает еще какой-то Медраж. В принципе, интересный вот этот вариант, который вы сказали. Самое главное, самое главное, то, что Ишай скрывал Давида, у него были с ним проблемы, он либо сам считал, что здесь что-то непонятное, либо он боялся людей. Это самое главное. Как мы к этому пришли? И это из-за проблемы того, что он не знал, не принимал, или никто ему не мог подтвердить закон, что Моавитянка это не Моавитянин, что это две разные линии законов. Никто ему не мог подтвердить, и за это возникли его проблемы. Это самое главное. Как там дальше развивалась, можно представить себя немножко иначе. Здорово вообще вот столько интересного сегодня услышала. Я слушала уже про книгу эту. Как у вас там что-то такие новые интересные повороты. Спасибо. Ничего нового. Наша задача, первостепенная задача прочитать текст, понять, что происходит, уйти от вещей, которые могут быть непонятны, противоречить, как то, например, женщина скромная, она приходит в БОАЗу, вот, хотя бы понять, понять, на каком основании. Ну, вот, кстати, вопрос меня волновал, да, вы прямо, ну, не зная моего вопрос в голове, вы ответили за него. Спасибо. Замечательно, хорошо. Вот мы видим здесь в чате, Александр спрашивает, что означает имя Овэд и почему соседи давали ему, почему давали ему имя. Взял и пришел сейчас, 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 назвали они его, назвали его Овэд. Значит, почему это исходит от соседей, мне сейчас трудно сказать, есть, я посмотрю этот момент, постараюсь как бы выяснить это, а вот слово Овэд само, это слуга, да, тот, кто служит Всевышнему, тот, кто посвящает свою жизнь служению Всевышнему, это слово Овэд. Хорошо, ладно, значит, очень рад тому, что мы с вами обсудили вместе с вопросами, что есть вопросы, да, вот если что-то будет еще, пожалуйста, можно в писанном виде, я прощаюсь с вами, и желаю хорошей недели, всего самого доброго, и надеюсь, спасибо большое, и вам шавоту, 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 Радзи, до свидания, я пытаюсь отключиться, я пытаюсь а другим цветочкам кто уже и что теперь делать? поли пять минут Продолжение следует...